Всем привет! С вами Ольга Чернова. Сегодня все так же 12 апреля. И вот только что я рассказала про помидоры. Хочу не отходя отсюда, не уходя, сразу рассказать про огурцы. Потому что огурцы это вообще отдельная тема. У огурца вообще особое место в огороде. И сегодня я рассказывала, снимала видео, как вырастить хорошую рассаду огурцов. И тут же хочу поговорить о выращивании огурцов в целом. Потому что кто-то пишет, особенно начинающие, у кого-то не получается рассада огурцов, у кого-то не получается вообще вырастить огурцы. То они осыпаются завязи, то какие-то корневые гнили, различные заболевания. И вот судя по комментариям, комментария это вот такой срез нашего огородного общества. И понятно, что огурцы удаются не всем. Я уже сегодня говорила, что для того, чтобы вырастить, ну как вырастить не только рассаду, но и сами огурцы, нужно понимать, что огурцы для огурцов, огурец вообще, должен занимать у нас особое место. К нему должно быть особое отношение. Я сейчас расскажу, почему. Вот у меня для раннего урожая, я уже сегодня показывала, огурчики уже вот такие. Они неплохие, но они немножко потянуты, я их буду еще заглублять. И опять, я сегодня говорила именно про рассаду, я повторю еще раз, что для того, чтобы получить богатый урожай огурцов, нужно знать, что это вот за овощ и чего он от нас ждет. Я уже говорила, что он более теплолюбив, более влаголюбив, он более капризен. И если рассказывать как немного поподробнее, вот смотрите, вот он теплолюбив. И для посевов он требует более высокой температуры, сходит при более высоких температурах, чем томаты. И для высадки в грунт он требует тоже более высоких температур. Вы все знаете, что томаты мы можем высадить пораньше, а огурцы мы высаживаем в самую последнюю очередь. Они считаются неженками. Ниже 15 градусов не рекомендуется их вообще выталкивать вот туда на улицу. И даже в теплице, вот ранний сейчас, ранний урожай. У меня томаты остаются здесь, огурцы я каждый день заношу домой. Это и значит, что у огурцов особое положение, особое место. Смотрите, если наступает холод, например, что заносим в первую очередь домой? Огурцы, перцы, баклажаны. Они более капризны, томаты более вынусливы. Если вы приходите на участок и воды в баке немного, всем не хватит. Кого полить теплой водой в первую очередь? Ну, кого или что, я не знаю, как это выразиться. Конечно, огурцы. Вот у меня уже сейчас спрашивают, какой водой вы поливаете, потому что рекомендуется теплой водой огурцы поливать, воды никогда не хватает, все. Да, я всегда говорила, что я из шланга могу и томаты полить, и вот этой брызгалкой, и все. Но огурцы на особом положении. Если у меня для томатов, естественно, никаких нибочек, ничего не предназначено, всю жизнь было. У меня у огурцов, у теплицы с огурцами стоит, ну, такие допотопные, муж еще давно принес бензобак из-под какой-то машины 200-литровый. Мы его весь помыли, почистили, и все. Я наливаю, день-два вода там стоит, делается вообще очень теплой, и этой водой поливаю огурцы. Несмотря даже на мою вот эту вот такую, что они, растения, они выносливые, к огурцам я отношусь по-другому немножко. Чуть-чуть я их больше как бы берегу, ну, то есть на особом положении. Потом, так вот, холодной водой стараюсь не поливать. У него же корни очень такие. Этым томатом ничего не будет, у этого нежные корешки, опять же при высадке. Вот сейчас часто слышу, что при высадке огурцов добавляют вот этот глиокладин. Это не так просто, говорят все это, это действительно так. Они очень подвержены корневым гнилям, чуть холодный грунт, чуть перелив, переувлажнение, начинается вот это все. Раньше делали просто. Вот то место, где высаживали, ну, перед тем, как высадить огурцы, проливали медным купоросом, горячим раствором. Там уже было 100%, что никаких гнилей не будет, никакой заразы, все это убивалось. Сейчас это, все это медь содержащие стали как-то изгонять с огорода, говорить, что вредно, вредно. Но вот заменили глиокладином. Но чем-то, короче, чем-то все равно нужно обрабатывать и как-то дезинфицировать, потому что просто так огурец посадить, ну, чревато. Возможно, там какие-то с прошлого года остались, тут тоже особое положение. Если под томаты можно вообще не обрабатывать, то вот под эти огурцы я тоже купила, ну, не под эти, а вообще, тоже купила глиокладин, нынче буду глиокладином. А раньше и марганцовкой проливала, и медным купоросом. То есть какая-то дополнительная обработка, чтобы все-таки корешки не заболели от старых заболеваний. И очень часто на них нападают всякие вредители. Вы знаете, что паутинный клещ, огурец для него любимое лакомство, и за ними нужно следить, потому что паутинный клещ где возникает? В теплице жарко, сухо, для него прекрасное вот это вот комфортное условие. Огурцы рекомендуется все-таки опрыскивать, чтобы был у него там влажный климат, что ему там... Ну, короче, ему нужно создавать особые условия. Если в теплицу мы не заходим и ничего с помидорами не делаем, просто открыли дверь, все оно проветривается, то огурцам нужно создавать немного те условия, которые ему нужны, чтобы не было сквознячков, чтобы было вот это опрыскивание. И, конечно, подкормки. Я уже говорила, что без подкормок на бедных грунтах не будет богатого урожая. Очень любят азотные подкормки. Тут идет вход и настой коровика, и всякие перегной, навоз добавления в лунки, и просто подкормки можно минеральными удобрениями. Потому что если не будет подкормок, листики будут мельчать, они будут светлые, маленькие, зависть может опадать. И вот, исходя из всего этого, вы понимаете, что огурец все-таки у нас должен занимать особое такое положение. И к нему нужно немножко больше внимания и больше поинтересоваться, что он любит. И вот для чего я снимаю этот видеоролик общий, не просто о рассаде, как выращивать, а вообще обо всех огурцах. Если вы хотите получить богатый урожай огурцов, вы постарайтесь, почитайте несколько статей, послушайте видеоролики. И вы поймете, что у него совсем другие условия выращивания, чем у томатов, чем у перцев. Так дайте ему то, что он хочет. Он отблагодарит вас хорошим урожаем. Он хочет не так много, но он совсем другой. Ему нужно совсем другое, и как томаты, просто его не вырастешь. Томаты мы посадили, и все там. Ну, посынкуем, конечно. Вот за этим нужно поухаживать. Но потом, ну вообще он растет очень просто. Главное знать, что его не надо переохлаждать, что он очень любит тепло, что не надо пересушивать грунт. Его надо вовремя поливать, желательно опрыскивать, желательно подкармливать. И тогда будет огурцов море. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Вот это о том, как получить хороший урожай огурцов, и какие ошибки мы обычно допускаем. Мы обычно относимся к огурцам небрежно. Иногда и в холод, иногда и холодной водой, иногда и поливаем редко. Перерывы в поливе чреваты тем, что они могут вообще из-за стресса дать меньший урожай, могут даже скинуть плоды, могут плоды быть горькими. Если вы будете несколько дней не поливать, он может ответить очень неадекватно. Все, до свидания.